И снова здравствуйте, это Укрлайф ТВ и мы продолжаем наши эфиры. И с нами на связи глава Интерфакс Украина Александр Мартынинко, которого мы очень рады видеть. Александр, здравствуйте. Александр, вот мы с определенной периодичностью встречаемся, вот по мере того, как развиваются как-то события, военные события вокруг Украины. И вот вдруг совершенно неожиданно некоторые вопросы, которые, казалось бы, уже сняты с повестки дня для Украины, вдруг появились и прозвучали с новой силой. Глава национальной разведки США Эврил Гейнс на слушаниях комитета по вооруженным силам в Сенате заявила, что Путин хочет начать боевые действия при Днестровье, объявить военное положение в России и объявить всеобщую мобилизацию. И тем самым она сразу же оживила кучу дискуссий, которые велись до этого. Что будет, как Россия будет продолжать войну, как она будет участвовать. И когда 9 мая ничего такого не случилось, когда никакой мобилизации не было объявлено, а все выглядело как-то, вот я тоже хочу вас спросить, как это выглядело для вас, вот вдруг это снова все вот взяло и с новыми красками заиграло. Вот давайте, наверное, начнем с того, как вам кажется, будут развиваться события дальше. Прямо вот, прямо сразу с этого. Прямо с этого. Ну, понимаете, я, поскольку не являюсь сотрудником национальной разведке США и с трудом, я очень уважаю это ведомство. Я так понимаю, что у них достаточно много источников, которыми они пользуются. И однозначно отвергать сразу, рассказывать, что это все сказки и быть не может, конечно, нельзя. С одной стороны. С другой стороны, всегда, знаете, надо тоже понимать, что, во-первых, есть вещи, которые выходят в публичное пространство для чего-то. Любая разведка, у нее есть свои информации, да, а потом часть информации, она в это публичное пространство выбрасывает. Далеко же не все. Они говорят то, что знают, как вы понимаете. У чего тоже могут быть свои мотивы. Это могут быть мотивы раскрыть планы до того, как они начинают реализовываться, чтобы засветить. Это могут быть мотивы какие-то внутриполитические, внешнеполитические и так далее. Поэтому, я думаю, что никогда не надо забывать об этом, когда мы слушаем публичные сообщения любых разведок. Второй момент, который я хотел бы сказать, знаете, мне кажется, что при всем, опять же, уважении к разведведомствам, разнообразным, у меня есть ощущение, что никто точно не может сказать сегодня, что в голове у Путина. И больше того, я не очень уверен, что существует какое-то там планирование, даже среднесрочное сейчас его действие, поскольку, как мы видим, очень многие поступки, заявления, поступки его самого и его соратников, они, как мне, представляются спонтанно. То есть, это то, что выливается, то, что люди чувствуют, понимают в данный момент. При этом, я настаиваю на том, что система власти, как таковая в России, она потрескалась, она не рухнула, она именно пошла трещинами. Это мы видим и по публичным заявлениям разных людей, мы видим отсутствие скоординированности этих заявлений. А раньше-то как было, да, вот происходит какое-то событие, под него идет информационная поддержка, атака, то есть, доводится такой градус куда-то до какого-то уровня, а потом происходят действия. Что значит, работает как бы вертикаль и горизонталь власти? Так вот, последний, с тех пор, как, собственно, план А, единственный, который был, как выяснилось, сорвался, я имею в виду, там, трехдневные захватки и вообще остального. С этого момента, как мне кажется, опять же, многие действия, они, то есть, поскольку долгосрочного и даже среднесрочного плана Б не было, то система, если не пошла в разнос, то она окончательно как бы вот потеряла скоординированность. Поэтому в телевизоре звучат совершенно разные слова, то мы воюем с НАТО, то мы воюем с Украиной, с националистами, то мы еще с кем-то воюем, то мы захватываем, идем захватывать до Польши, то мы не идем захватывать до Польши. А то освобождаем Донецко-Луганскую республику и так далее. Сейчас, с моей точки зрения, на основе таких вот заявлений и таких вот новостей из-за поребрика делать какие-то выводы вообще нельзя. Ну вот, возвращаясь к параду, давайте, может, с ним закончим, чтобы больше не вспоминать это зрелище. Ведь там, на самом деле, было очень много вещей, на базе которых можно строить какие-то долгосрочные прогнозы. Я сейчас даже не о внешнем виде лидера его картинки, которую он представил собой людям, не очень презентабельное согласие. Но, опять же, тут я знаю уже кучу людей, которые по телекартинке начали диагнозы ставить. Не надо ставить диагнозы, это пусть врачи не рекомендуют это делать по телевидению. Но несколько вещей было действительно знаковых. Например, диктор, который читал текст этого парада, сообщил, что в параде принимают участие подразделения, участвующие в специальной военной операции по освобождению Донецкой и Луганской области. Это тема, которая в последнее время нигде не всплывала. В последний раз я видел эту фразу на телеканале «Звезда» Министерства обороны, где-то порядка, может, месяц назад, которая появилась на заднике этого телеканала, когда там еще диктор, у него в заднике было написано. Сначала была специальная военная операция, потом поменяли на специальную военную операцию по освобождению Донецкой и Луганской области, потом убрали и это. Потом вернулись к исходникам. Вот вчера, 9 числа, в тексте было написано именно так. На базе этого можно сделать кучу предположений, масса прогнозов. А можно вы сделаете кучу предположений? Нет, ну так предположениям понятно, что речь идет, что они хотят добиться цели захвата Донецкой и Луганской области в административной границе. Вот, собственно, все. Но мы-то прекрасно понимаем, как я уже сказал, поскольку система потрескалась, то автор этого текста для этого диктора, он действительно думал так, или начальник ему приказывал. А где-нибудь в другом месте находится другой начальник, который приказал захватывать Херсонскую область. А в третьем месте, как бы, был какой-то другой начальник, который говорит, давайте захватим, значит, еще при этом и Молдову. Может такое быть, сейчас может. Раньше такое представить себе в России было совершенно невозможно. Первый. Второй момент из этого, значит, действа парадного. Не все это заметили. И, в общем, знаете, поскольку человек, имеющий отношение не то, что к телевидению, просто очень долго работаю в медиа, и смотрю, как, в общем, показываются те события в России. Очень долго за этим следил. Так получилось, к сожалению. Так вот, я вам честно могу сказать, что человек, который занимался съемками и монтажом всего этого действия, в глубине души, конечно, и перед сном, конечно, вспоминает о Навальном. Почему? Вот. Почему именно о Навальном? Даже, ну, я к примеру сказал о Навальном. Я имею в виду, он либерал-фашист в терминах Российской Федерации. Потому что весь показ президента Российской Федерации на первом, я не знаю, кто это делали, первый канал России один, но это, конечно, была диверсия. Очень тонкая диверсия, но диверсия. Пять минут, или больше, наверное, минут семь, показа прохода Путина от Красной площади к Александровскому саду. Как я уже сказал, не очень презентабельным видом, слегка похрамывающий, и, значит, у которого не очень активно работает правая рука. Чтоб все заметить. Пять минут этого просто показательного показа. Ну, чтобы вы поняли, по любым канонам телевидения недопустимо никогда и нигде показывать лидера, уходящего в спину. Там есть один кадр, когда, причем он достаточно долго, секунд там 20 длился, в Александровском саду, когда он переходил от одного, там, по-моему, города к другому, или просто куда-то шел. 20 секунд показ Путина со спины, уходящего вдаль. Ну, знаете, все, что могу поверить, не могу поверить в отсутствие профессионализма у режиссеров и продюсеров всего этого действия. Вот. Длинный кадр, когда он стоял тоже у какого-то, по-моему, все-таки у вечного огня, склонив голову, закрыв глаза. Вот. И это то, что, кстати, дало многим основание говорить прощался. Вот это было прощание. Ну, то есть, очень тонкое. В общем, не придерешься, если что. Да, сказать, ну, мы же показывали его, показывали. Ну, да, онлайн, ничего не было. Но еще раз говорю, никогда никто в здравом уме, профессионал, не показывает, еще раз, со спины лидера, уходящего. Это просто сигнал уходит. Ну, поэтому, мы можем понимать, что на телевидении российском, значит, тоже остались люди, вот, которые способны передавать сигналы. Профессионалы, кстати говоря, хорошие профессионалы. Вот. В принципе, больше там сказать нечего, потому что по поводу речи уже давно все сказано. Вот. Что она пустая, что там ничего нет, что, значит, старался он не вспоминать об этой всей войне вообще. Там пара фраз. Вот. И что говорит только об одном, нет решения. Нет решения. Вот, знаете, когда решения нет, обычно ничего не говорят. Хорошая это плохая, плохая новость для нас. Ну, отсутствие стратегии у противника это хорошая новость. Но то, что он способен на абсолютно непредсказуемые вещи, это мы возвращаемся уже к истории про Молдову, там, про Белоруссию, все остальное. Непредсказуемые вещи и нелогичные. И нерациональные. Которые мы не можем просчитать. Это, на самом деле, опасно. Потому что, да, конечно, все это обострение, попытки разрушить мост Новодесской области, чтобы туда затруднить проход украинских войск туда на юг, на юг Одесской области, конечно, это есть. Конечно, возможно, да, и попытки доставить Приднестровье после захвата вот этой территории, небольшой, какого-то воздушного моста, доставить Приднестровье подкрепление, поскольку сама Приднестровская армия, как известно, не способна ни на что. Поэтому все это может быть. Опять же, мобилизация, конечно, если ее не было раньше и не случилось раньше, конечно, сейчас нелогично, потому что, ну, это признание, на самом деле, во-первых, поражения, во-вторых, это, ну, скажем так, уже попытка оторвать от дивана людей, которые смотрят на... Это снова Путин сказал, которые смотрят на войну с дивана, попивая пиво и радуясь, значит, тем, как там убивают хохлов. Но, еще раз говорю, это люди, которые находятся на диване. Оторвать их с дивана и послать их в бой, ну, это, кажется, самоубийственная история. Но может это быть? Да, может. Поскольку, еще раз говорю, нет плана, нет просчета последствий каких-то, опять же, это и хорошая новость, и плохая. Нет, не считается последствия тех или иных решений. Опять же, теоретически, может быть, такое решение принято. Другое дело, что... Это я уже ссылаюсь на военных экспертов, с которыми я разговаривал. Другое дело, что все прекрасно понимают, ну, хорошо, ну, можно там загнать еще 1300 человек. Да, их на что-то надо сажать. Я имею в виду, на какую-то технику. Их надо как-то, в общем, обучить, желательно. Значит, какое-то время. Можно, конечно, послать, как пушечное мясо, чтобы их там всех порубали. Вот это можно будет сделать, только толку никакого этого не будет. А будет только нагнетание напряжения в России. Еще же говорю, очень многие нелогичные вещи, как, собственно, нелогичным было и совершенно необоснованным само решение напасть, ну, вот, они могут происходить. Больше того, что в одно нелогичное решение, конечно, тянет за собой другое нелогичное решение. Так вот цепой собочки это идет. Понятно, чем это кончится. Непонятно, правда, когда. То есть, на самом деле, все такие вот цепочки неправильных ошибок, ошибочных решений, оно, конечно, приведет к раху. Тут, сомнений, нет никаких. Не бывает побед нелогичных стратегий. То есть, тактик бывает. Можно тактически кого-то обмануть. Да, какой-то вот совершенно неожиданной истории. А если у тебя стратегия нелогичная, это верный путь в могилу. Ну, вот так. Вы знаете, вот специально подготовила для вас, сегодня появилась интересная информация в Коммерсант.ру. По данным группы, групп М, в России снился уровень доверия к телевидению. Мне кажется, это очень интересно. Если 17 марта 33% респондентов называли именно телевидение источником информации, которому они доверяют, больше, чем другим, то 27 апреля так считали только уже 23% опрошенных. То есть, это минус 10%. Это же очень интересно. Мы вот часто говорим, что телевидение имеет значения в России. Смотрите, а даже максимально 33%, а если 23%, то тогда? Ну, знаете, я, честно говоря, немножко с некоторым недоверием отношусь к опросам общества мнения в России по известным причинам. Потому что, мне кажется, что респонденты не всегда могут быть откровенны. Это особенно касается, конечно, таких политических вопросов, типа, доверяете ли вы президенту Российской Федерации. Ну, понятно, что один вменяемый человек, который хочет еще где-то жить и работать, и по телефону, а тем более в личном интервью, никогда этого не скажет. Но те, кто говорит иначе, те абсолютно оторванные люди, которым все равно. Поэтому все эти 86%, 80% – это, конечно, все не очень корректно. Здесь вопрос, конечно, более такой вот как бы аполитичный, да, и он как бы нейтральный. Но, еще раз, я не знаю, как это делалось исследование, какая выборка там, насколько оно корректно. Но если это правда, то это, конечно, вот в нашем понимании для нас меняет во многом понимание того, что такое для россиян сейчас СМИ. Кстати, 33% тоже мало. Мы-то считали, что значительно больше. Конечно, да. Что это вообще огромное количество народу. Но, еще раз, я не уверен, что, насколько там выборка репрезентативна, условно, сколько там охвачены сел, например, городов. У нас очень часто тоже проходили исследования, где следует городская аудитория, потому что до сел просто трудно добраться. Насколько они вот таким вот, насколько там сбалансировано всего городской аудитория населения. Если, опять же, если допустить, что это правда, и это падение правда, ну, это, в общем, свидетельство того, о чем мы говорили, по-моему, месяц назад, по поводу телевизора и холодильника. Телевизор – это, все-таки, не побеждающая история. Еще раз говорю, это один из инструментов очень важный. И для российской аудитории, да, в общем, для любой, но особенно для российской аудитории, он во многом, как мы считали, определял их там поведение, поступки, мысли и так далее. Но я настаиваю на то, что холодильник мощнее. Ну, вы настаивали еще и в прошлый раз, поэтому я специально вот это... Да, так вот, ну, холодильник все-таки базовый предмет быта, а телевизор – это вторичный. Это после холодильника. То есть сначала народ идет в холодильник, смотрит, что там, а потом садится к телевизору с тем, что там нашел холодильник. То есть, если он там ничего не нашел, то, соответственно, вот эта вот штука, которая висит на стене, она не убедит его в том, что он все нашел, понимаете? Он там нашел или меньше, или мало что, не то, что хотелось. Еще раз можно сесть туда, я вам расскажу, что на самом деле вы едите то, что заслуживаете, это вообще правильно, но желудок-то говорит иначе. Желудок в широком смысле слова, я имею в виду, там, тело, на которое ты что-то одеваешь, там, еду, которую ешь, насколько тебе холодно или тепло в доме, бытовая история. И поскольку мы все понимаем, что за эти два месяца уже произошли определенные изменения в потреблении граждан России, потребление ежедневным, текущим, долгосрочным, мы имеем в виду телевизоры, машины, там, сахар, подсолнечное масло, значит, одежда и рамбургеры. Чего-то из этого уже совсем нет, а чего-то стало мало, а на что-то поднялись цены, то, конечно, вот этот, собственно, орган, желудочно-кишечный тракт, который является базовым еще для каждого человека, он, видимо, проснулся и вот, собственно, подсказал такое, мне кажется. Теперь я хочу вернуться к тому, как вы очень интересно описывали, как телевидение показывает президента. Но вот, Александр, вы же сами работали с президентом, и дело даже не просто, как показывают президента, а ведь есть люди, которые внимательно следят за тем, как другие показывают президента. И, как правило, это люди доверенные, ну, это вы меня сейчас поправите, если это не так, да? Как правило, это люди доверенные, которые могут сказать президенту, нет-нет-нет, вот так, вот лучше вот так. И это вот, но если посмотреть, даже начиная вот со встречи Путина с Шойгу, где он просто выглядел комично, ужасно, и весь мир это смотрел, да, создается такое впечатление, что даже нет не просто там каких-то совсем уже приближенных, но даже тех, кто мог бы сказать, что нет-нет-нет, Владимир Владимирович, так вот нельзя, так, да, или кто-то бы правильно выставил или отрежистировал. Вот, поэтому вот мне очень интересно, это о чем для вас говорит, как для человека вот опытного, который, повторюсь, работал с президентом, знает, как эта машина работает? Ну, вот, чтобы понятно было по вот этому показу, который я сказал, ну, если никого после этого с канала, который это делал, не уволили, и к нему не пришло ФСБ, то, значит, система разваливается на глазах. Ну, вот так скажем. То есть, даже, вот, представляя себе, например, значит, если такое произошло на украинском телевидении, когда я работал, как вы сказали, по словам президента, ну, вопросы бы возникли, причем минут через 10, сразу, у меня бы возникли вопросы. Это было что? Ну, получил, у нас не было каких-то таких рычагов, особенно, поэтому я получил бы ответ, что это было что, и до этого бы успокоился, просто сам бы для себя знал. А в системе такой автократичной, тоталитарной, это, конечно, абсолютно недопустимая история. Все эти ляпы, проколы, с моей точки зрения, свидетельствуют только о том, как я уже сказал, что о трещинах, которые идут по этой самой системе. Это значит, что уже нет контроля полного. Это значит, что эти контролирующие органы и контролирующие звенья, они начинают жить какой-то своей жизнью. Это значит, что команды или не даются, или не проходят. Я имею в виду сверху вниз. Это значит, что вот эта система пропаганды, она же истеричная, но она не системная. Вот вы же сами видите, ну, те, кто смотрит это все, я уже не могу себе позволить, такое же здоровье не хватает. А те, кто смотрит, говорят, что это действительно такая хаотичная история, с криками, с истериками, без продуманных сцен. Помните, когда раньше там были специальные люди, которые представляли собой украинцев, эти актеры, которым писали сценарий, что они должны говорить. И потом, ну, как бы работало что-то, ничего уже не работает, сейчас это просто сплошная истерика. Причем, все эти телеведущие, которые несут, в общем, что не попадет, то ли в одном инфири, то ли в другом, наезжают на губернаторов, на кого-то еще. Ну, в общем, это действительно состояние дезорганизации. Это не говорит о том, что она рухнула окончательно, что там все упало, и никто ничего, ни о чем не следит. Но это такие первые сигналы, вот, что такая глобальная система пропаганды, она оказалась не способна работать в условиях долгоиграющего конфликта. То есть, там, нагнать ужаса, страхов, кошмаров они смогли, очень, надо сказать, качественно. Действительно, Путин же сказал в свое время на встрече с еврейскими лидерами, что Геббельс был талантливым человеком. Ну, именно так. Именно с этими людьми. Именно с этими людьми. Да, значит, ну, действительно был талантливый, и эти сделали зимой, ну, где-то с середины декабря до середины февраля, работу, которой бы, конечно, Геббельс позавидовал, безусловно. У него, конечно, таких ресурсов не было, технических возможностей, но сделано было очень качественно. Но это, условно говоря, там, ужас-ужас, да, нагнать. А дальше надо работать в системе конфликта, при котором у руководства страны стратегии нет. Я уже сказал, тактика есть, стратегии уже нет. Она переписывается и пишется на ходу, в зависимости от того, где находится российская армия. А где нет вообще понимания, как дальше жить в этом мире, поскольку, значит, мир обкладывает Россию забором, с разным успехом, правда, но обкладывает, где есть, как бы, ощущение, что действительно страна, с одной стороны, закрывается, с другой стороны, становится гораздо более агрессивной. Ну, в общем, где будущее, вот сейчас спросите у кого-нибудь России, каким будет будущее к концу года, что будет со страной, не знает никто, включая тех людей, которые ею руководят. И вот это полное состояние неопределенности и вообще непонимания, что будет дальше, вот в этом всем состоянии, вот эта вся пропагандистская машинка начала сборить. В общем, совершенно понятно, почему. У нее целей уже нет. Первые цели были, там представить украинцев как фашистов, всех украинцев, желательно, которые считают Украину независимым государством, как нацистов. Все, представили, съели. Дальше что? Дальше должна быть победа над нацистами. А где же победа-то? Понимаете, взятие опасной победы не является. У любого города. Победа где? И вот в состоянии, когда нет ответа на этот вопрос ни у кого, включая, как выяснилось, у людей расстраны, нет ответа у всей этой вертикали, где люди действительно смотрят на все это и не понимают теперь Луика, ну а как же так, что же происходит? Мы же там, типа, вот должны были победить уже давно. Телевизор же об этом говорил. Ну, три дня же. Это, кстати, к вопросу о доверии к телевизору. Телевизор говорил три дня? Нет трех дней. Семьдесят шестой идет. А победа где-то вдалеке за горизонтом. И это, соответственно, бьет по... Соответственно, народ начинает понимать, что из этого экрана не всегда несется правда. Ну, все. А в холодильнике по-прежнему пусто. И еще одна тема, которая мне представляется важной, но я хотела с вами обсудить. Вот в какой-то момент наши западные партнеры заговорили о том, что России нужно наказать. Ну, после того, что они поняли, что мы будем защищаться, что мы защитили себя, уже стало меняться настроение. Что Россию нужно наказать. Затем появилась более серьезная риторика. Украина должна победить. Потом появилась еще более глубокая риторика, которая обозначила эту победу, что Украина вернет себе оккупированный Донбасс и оккупированный Крым, а не только выйдет на границы там 22-го года. Нам эта риторика понравилась. Но вот буквально последние дни вдруг зазвучала несколько другая риторика. Вначале она зазвучала из уст Макрона и Шольца, которые сказали, надо договариваться. Вот это уже прозвучало. Джан Псаки на брифинге 10-го мая сказала следующее. Мы, разумеется, считаем, что это будет урегулировано, то есть военные действия между Россией и Украиной посредством дипломатического процесса, посредством дипломатического решения. Вот если процессы еще можно, а вот решение вот так звучит. И она закончила, да, что наша роль продолжать поддерживать украинцам за столом переговоров и в военном плане. И снова, вот повторюсь, глава национальной разведки сказала, что ощущение неизбежности, поражения в Украине может заставить Путина пойти на эскалацию и приметь ядерное оружие. Вот у вас не беспокоит такое изменение риторики? Или это все нормально? Меня не беспокоит абсолютно, потому что, понимаете, если не говорить о дипломатическом решении, то что такое это военное решение? Это мы взяли Москву и провели парад на Красной площади украинских войск. Вот это военное решение. Все остальное, давайте будем реалисты, военным решением не является. Все остальное это все, в том числе, боевые действия и война, которая сейчас идет, это в итоге, в конечном счете, это стремление наше получить более выгодные позиции перед будущими переговорами. Конечно. То есть в любом случае, как вы понимаете, это все заканчивается. Любая война, практически любая, кроме там совсем уже средневековых, она так или иначе заканчивается какими-то переговорами, какими подписаниями какого-то документа. То ли капитуляции, то ли какого-то мирного соглашения и так далее. Но это в любом случае дипломатический документ. Поверьте, Поздамское соглашение это тоже дипломатический документ, между нами и вы. Так вот, меня не особенно это пугает, потому что, еще раз говорю, вопрос в том, что вся армия, которая сейчас нас воюет, она на самом деле готовит вот своим всеми действиями, вот этим отражением рейси, в том числе и выходом, возможным на границы, на границы, может быть, освобождением ранее оккупированных территорий, дай бог. Но все эти действия, это подготовка в конечном счете к переговорам. И в тот момент, когда, а никогда не начнут сразу вопрос, они начнутся тогда, когда обе страны понимают, что лучше, ничего, никаких больше преимуществ они на поле боя не добьются. Вот в тот момент, когда придет понимание, например, когда мы там дошли условно на границе 23 февраля, я согласен с том, что надо добиваться всего остального, в том числе возвращения Крыма, вот, но я думаю, что это на втором этапе какого-нибудь. Но на первом этапе я допускаю, что с этого момента могут начаться, например, переговоры, потому что Россия понимает, что она физически не в состоянии решить вопрос с захватом Киева, больших территорий, юга и так далее, а украинская армия понимает, что мы не дойдем до Москвы сегодня. Мы не дойдем. В этот момент начинается дипломатический разговор. Что касается по поводу американской позиции. Что касается немецко-французской, конечно, нюансы существуют. Понятное дело, что страны, лидеры стран, которые стоят перед угрозой, о чем говорит Зеленский регулярно, миграционного кризиса, который может появиться уже этим летом, они-то знают, что это такое. Причем этот кризис может быть гораздо более жесткий, чем кризис с сирийскими, например, беженцами. Конечно, им бы хотелось по возможности быстрее прекратить эти боевые действия, чтобы экономика, чтобы порядок в этих странах не подвергался угрозе. Продовольственный кризис, потом кризис мигрантов и так далее. Я уверен, что они, конечно, уже занимаются укреплением границы с Средиземным морем, там уже запускаются какие-то новые проекты, чтобы как-то хватать этих людей и возвращать назад, как это уже было. Но тем не менее... Вы сейчас говорите об Африке, да? Я сейчас говорю об Африке, которая может уехать в Европу, грубо говоря. В общем, в большом количестве. Если есть будет ничего, то она уедет в Европу. И этот кризис может быть самым большим, я думаю, что со времен Второй мировой войны. Кстати говоря, я думаю, один из российских сценариев именно такой, конечно. То есть, это не просто так, это не в том числе следствие вот этой долгосрочной войны. Конечно, они ждут вот этого кризиса для того, чтобы Вермонта вздрогнула. И тогда уже просто взмолилась. Значит, что давайте что-то же делать нужно невозможно. Они же все едут и едут. Это очень прозрачно, очень понятно все. То есть, никакой особой тайны в этом нет. Вот. Поэтому, с одной стороны, они, конечно, боятся этого, поэтому хотели бы как можно быстрее, чтобы эта война, ее активная фаза закончилась. Но, с другой стороны, они все-таки являются, как они уже стали частью действительно того самого коллективного Запада. Путин воссоздал коллективный Запад, как известно, за последние два месяца. А как достаточно консолидированная силу, сейчас про Венгрую не говорим, но весь такой Запад у нас сила консолидированная, которая достаточно радикально поменяла риторику, начиная с 24 февраля. Вот. Поэтому, просто так отколоться и играть в свою игру, конечно, никто не будет. То есть, Запад сейчас объединен больше, чем, более, чем когда-либо со времен Холодной войны. Но, в принципе, такие идеи, что надо как бы решить, да, но при этом, мне кажется, что на Западе и в Германии, во Франции и Макрон и Шольц прекрасно понимают, что при оккупации территорий, новых территорий, которые Россия получила после 24 февраля, имеется в виду, там, часть Донбасса, юг особенно, да, Херсонская область, которая вообще никакого отношения там не имела, никаких референдумов там не было и провести их, в общем, уже нереально. Да даже если провести, никто не признает, все это понятно. То есть, аннексия этой территории, это, конечно, это далеко за красную линию. Это же даже не Крым. И даже не Донецк-Луганск в 2014 году, где еще можно было как-то на что-то там списывать, на людей, которые там выходили, требовали, просили поддержку и так далее. Но все было незаконно, но тем не менее, хоть что-то можно было говорить. То есть, сейчас говорить вообще нечего. Это просто тупой захват. Это, конечно, Европа естественно не может вообще не пройти мимо, не тем более одобрить, не тем более закрыть глаза, как хотели в России, что они сейчас там приживутся. Сейчас недавно слышал, опять этот тезис, давайте жить в соответствии с реалиями. то есть, захватывается территория, потом говорят, ну, реальность такая. Ну, что ж, ребята. Это в России так говорили? Да, 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 да. Но это еще в 14-м году так было сказано. Что давайте смиримся с геополитическими реалиями. Они поменялись, они теперь такие. Это еще по Крыму было. Я вот недавно на днях услышал все те же самые слова одного из российских дипломатов. Вот такие реалии. Не может страны цивилизованного мира работать по логике такие сейчас реалии. Не может такого быть. Вот. Потому что, на самом деле, это очень опасная и опасная игра и для самой России. Потому что, я извиняюсь, ну, просто Калининградской области, у вас же там где-то далеко в Европе, да, точно так же, соответственно, туда могут зайти какие-то люди и потом сказать, ну, такие реалии, извините. Они поменялись. Теперь Калининград опять называется Кенигсбергом. Например. Япония там тоже говорит, что... Да, там близко. Курилов. Там близко. Я снимал, вдруг японский. Теперь это такие реалии. То есть, на самом деле, это язык, конечно, такой уличной подворотни. Вот. И другого просто у них довода нет. Так вот, цивилизованный мир так работать не может. Он так жить не может. Тогда он себя похоронит. Вот. Поэтому это, как раз, еще раз, красное линии, за которое прийти нельзя. Вот. И в продолжении того, что вы сейчас говорили, мы ведь прекрасно помним, что не очень-то западные страны планировали нас там принимать и Европейский Союз, и там НАТО, и так далее, да. Вот. Сейчас, во время войны, мы видим там и помощь, мы видим и Рамштайн, мы видим и визиты лидера, мы все это видим прекрасно, да. Но по факту, в сухом остатке, если хотите, да, считаете ли вы, что Украина, после всех вот событий, станет частью Запада, не просто мы вам поможем, может быть, там отдирижируем, может быть, поддержим, по-разному ведь, да, эта ситуация может складываться. Но вот вопрос, наверное, ключевой. Станем ли мы частью этого Запада? Насколько серьезно? Выйдем ли мы из этой серой зоны безопасности, о которой мы так долго говорили перед войной? Потому что мы же так не смогли из нее выйти очень-очень долгое время. То есть, не останемся ли мы, по большому счету, повторюсь, в сухом остатке, там, где мы были, по окончанию войны? Где-то серых зон уже не осталось почти. 24 февраля 2022 года Россия серые зоны отменила. Де-факто. Нет территорий, которые не принадлежат какому-либо лагерю. Или российскому, или, я имею в виду в Европе, или западному. Вот нет. Венгрия или некоторые там, или другие страны Европы, они, конечно, стараются создать видимость, что они еще в довоенной истории, где они с одной стороны Европа, с другой стороны работают с Россией. Вот сейчас вот популярно господину Орбану, я понимаю, все европейские чиновники, которые туда еду, с ним разговаривают, объясняют этот простой факт, о том, что серых зон больше нет. Это не решение Европы, это не ее требование, это случилось де-факто после 24 февраля. То есть тут, на самом деле, просто нужно выбрать. Да, понятно, надо заботиться о своем населении, все это понятно, стабильность. Я, кстати говоря, все эти эмбарганы нефти, это важно, но это, кстати, на самом деле, не самая важная сложная санкция и тяжелая для России, которая была принята. основные уже работают, и они приняты, и они будут работать. Так вот, поэтому говорить о том, что мы останемся там, где были, мы не можем, просто потому, что того мира, который было, уже нет. Понимаете, поэтому так или иначе, мы будем в другом мире. А в каком, это зависит, на самом деле, в том, опять же, возвращаясь, хоть и не банально, звучит это действие нашей армии. Конечно. Она определяет и это, в каком мире мы находимся, в каком, с какими территориями, с каким населением мы выйдем из этой войны. Вот, поэтому все там на поле боя, как и в сороковые годы, прошлого века. Все будущие договоренности, все будущие союзы, они сегодня составляются, вот, и планируются именно там, под Северодонецком, Исичанском, понимаете, в Николаеве и под Харьковом. Конечно, уже нет, еще раз говорю, такой вот ситуации, когда, то есть закончилась многовекторность, да, как таковая, мы ее часто вспоминали все это время, она осталась в истории, вектор может быть только один. Еще раз, это решение не наше, не европейское, это решение руководства России. У вас должен быть один вектор. Ну, естественно, и понятно, какой вектор у нас. Другой вопрос, что насколько это движение наше туда на Запад, оно будет сопровождаться такими институциональными, что называется, изменениями, например, там, вступление в Евросоюз, да, юридическое, представление кандидатства в Евросоюзе и так далее. Ну, все эти шаги, которые мы должны пройти именно, что касается Евросоюза. Конечно, сложности есть, были и будут. И я не ожидаю большого, честно говоря, прогресса именно в юридическом, плане, то есть каких-то принятий решений. Потому что одно дело помогать стране защищаться, то, что сейчас делает Запад, понимая, что мы жертвы агрессии, а второе дело принимать политические решения, которые затрагивают очень многих людей на, там, десятилетия вперед. Ну, к примеру, да, вот одно из, одно из доводов тех, кто против немедленного вступления Евросоюза, говорит, подождите, у нас тут на Западных Балканах люди ждут уже 15 лет. Ну, вот они-то в чем виноваты? В чем мы должны вот сейчас Украину принимать и не принимать Западный Балкан? Что, в общем, тоже есть, там программы работают, они принимали, они все эти, на все эти опросники, которые мы заполняем сейчас, ответили еще 10 лет назад, если не больше. И, в общем, на самом деле, конечно, конечно, заслуживают принятие в Евросоюз. Просто Евросоюз, ему сложно выдержать одновременное принятие такого количества новых членов по разным причинам, экономическим, социальным и масса других. Поэтому вот есть позиция, что если мы принимаем Украину, то мы не принимаем тогда Западный Балкан, они еще ждут 10 лет. То есть сложности возникают тогда, когда мы говорим о будущем, о решениях, которые работают на 10, на 20 лет вперед. Но это, понимаете, на самом деле это же ведь во многом вещь символичная, да, это с символами. Есть абсолютно реальная жизнь, к которой я всегда предлагаю обращаться. Это как вопрос о НАТО, да, то есть мы можем сколько угодно было просить о вступлении в НАТО, но когда, извините, у нас на нашей, на нашем фронте украинские солдаты стреляют из НАТОвского оружия, ну вот это оно и есть де-факто, вступление в НАТО. Что тут скажешь, вот оно, да, там нет, там не работает у нас пятая статья, нас никто не собирается защищать, но это, поверьте мне, это тектоническое изменение, чем больше у нас будет западного оружия, его будет все больше и больше, ну вот, тем мы, вот собственно, так вот своими ногами туда в НАТО и идем. когда придет время там принимать, уже не будет такого довода, да нет, они не умеют обращаться с оружием, да там надо еще годами с ними работать, совместимость систем управления и так далее, все совмещается нормально. В таких условиях, как война, все начинает почему-то быстро совмещаться. Вот, то же самое, как в Северсоюзе, немножко сложнее еще, потому что это экономическая история во многом, да, это история рынков, то есть, ну, с передвижением людей это более-менее все просто, наши люди так ездят туда по безвизу, но главное это экономика и рынки, поэтому даже если этого решения не будет в июне по кандидатству, что может быть вполне, несмотря на все наши желания и наши требования, мне кажется, что это дорога, по которой мы будем идти. И в этом смысле даже важнее, наверное, то, что мы по ней идем, чем то, куда мы в итоге придем, да, процесс этот очень важен. Нам все равно в любом случае вот этот процесс, всю эту трансформацию для вступления в Евросоюз надо пройти. Чем быстрее мы ее пройдем, не до июня, гораздо больше, но чем быстрее мы ее пройдем, тем будет, тем это решение о вступлении уже в формальном Евросоюзе, это уже будет просто закрепление того факта, значит, с которым, того положения, в котором мы живем. Ну и, Александр, последний вопрос. Скорее, вот апелляция к вашей интуиции, наверное, к ощущениям. Вот с такой периодичностью я задаю этот вопрос. Как вам кажется, вот сегодня, в этот день, исходя из сегодняшних событий вашего понимания ситуации, вам кажется, война надолгая или нет? Да, это, значит, история, это вопрос, который каждый сейчас спрашивает, я думаю, по утрам, когда встает, и думает, господи, насколько это еще будет продолжаться. Знаете, очень просто, если ошибиться, гораздо проще, чем сказать правду. Ощущение, я только об этом могу говорить, конечно, никакого знания у нас вообще никого нет. ни у кого. я об этом и говорила. уважаемый национальный разведка Соединенных Штатов Америки. Я думаю, что у них тоже, у них есть, конечно, факты, но они в итоге тоже, знаете, работают на ощущениях. У меня ощущение, что это осень. То есть до осени это все, в общем, должно каким-то образом закончиться. Закончится, я имею в виду активная фаза. Я не имею в виду конфликт. Я имею в виду активную фазу. То есть, собственно, войну, которую мы сейчас видим. Почему осень, а может быть, лето даже, конец. Почему осень или лето? Потому что, с моей точки зрения, Россия действительно не может достаточно долго без, без уже просто угрозы саморазрушения участвовать в этом конфликте, его питать, кормить этот конфликт, деньги, ресурсы, люди и все остальное. Без угрозы просто саморазпаться на части. У нее тоже есть ресурс, и он не очень большой, тем более, что эта война бессмысленная, на самом деле, бессмысленная. Если бы у нее был какой-то смысл, понятный людям, то может быть. А убить всех нацистов, это не смысл, это эмоция из тельящих. Вот первое. Второе, это просто действия того же самого санкционного режима по отношению к России. Поверьте мне, это тоже вопрос месяцев. То есть они уже почувствовали. Я сказал, но холодильник еще все-таки не совсем пустой, как я говорил, он просто немножко беднеет. Но в нужном направлении. Но он будет беднеть и дальше. Это не тот случай, когда, знаете, случилось какое-то неожиданное, такое страшное событие, нам надо его пережить, а потом жить, когда нет, не получится. Это обеднение страны. Серьезное обеднение. В этом смысле, хоть мы падаем и больше, с более высокими темпами, просто потому что у нас война идет, а не у них. Но наше падение, ведь оно действительно как бы привнесено этой войной с разрушенными городами, разрушенными заводами, всеми остальными. Миграциями, переселениями, беженцами и так далее. А российское обеднение, оно хоть и более медленное, но оно вызвано вот просто всей окружающей средой. То есть, они живут такой окружающей средой, которая вынудит их беднеть. И пока там ничего не изменится, а в обозримом будущем, поверьте, ничего не изменится, то это будет все больше и больше. Да, нам тоже будет очень тяжело и у нас тоже не может не хватать ресурсов и это действительно тяжело. В этом смысле вся эта помощь, которая идет, она нас будет поддерживать. Это не даст нам возможность жить как раньше, но это хотя бы возможность поддержки, чего нет у Российской Федерации. Вот такого вот ресурса для поддержки долгосрочной. Ну вот, вот исходя из того, что еще раз, они не смогут долго держать вот этот режим, а мы, нам будет трудно, но все-таки с поддержкой мы все-таки выстоим, будет тяжело поверьте. Мне кажется, что к осени смысл, ну смысла в этой войне и так не было, но в общем проще будет договариваться. Другой вопрос, на каких условиях как, где в этот момент будут находиться наши войска, но условно говоря, здесь может пойти о каком-то прекращении огня. Я вижу, активная фаза. А вот дальше, все, что касается переговоров, которые безусловно будут, причем они будут переговоры, на которых это будет не Украина-российская переговоры, это переговоры, где мы будем представлять в том числе и западный мир на этих переговорах. он будет стоять условно за нашей спиной и помогать во время переговоров, подсказывать. Так вот, в любом случае этим закончится, но дальше исход этих переговоров мне уже пока непонятен, и даже интуиция не поможет. Вот так вот. Александр, спасибо вам огромное. Спасибо, что нашли для нас время. Знаю, как заняты. Спасибо большое. Спасибо. Александр Мартыненко был сегодня с нами на связи, за что мы ему страшно благодарны. И, конечно, признатель вам, нашей спонсорной платформе Patreon. Оставайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok